всем доброе утро сегодняшний влог мы начинаем со спальни на улице очень хорошая погода тепло солнышко конечно не светит у нас солнце обычно светит с другой стороны дома там где детские спальни гостевой туалет и ванна комната с этой стороны у нас солнце приходит после обеда окна мою я как обычно влажной тряпочкой затем бумажными салфетками и средством для стекла вытираю все насухо ни разводов нет ничего в принципе вот это средство я купила его по моему в акционе она очень хорошая не оставляет ни одного развода ничего протираю пыль на листочках просто влажной тряпочкой даже этикетку не снимала приобрели недавно мне вообще нравятся орхидеи живые но у меня они почему-то все испортились у меня было больше десяти цветков и мне подарили еще один получается и после этого сразу же все остальные заболели я конечно их пыталась реанимировать но никак пришлось выкинуть и вот приобрела искусственные уже недавно вот за ними легче и проще ухаживать убирая все шифонера у нас стоит одна мягкая игрушка и две куклы бывает так что-то где-то положил ненужное вот протираю от пыли сверху вытерла сейчас протираю фасад фасад я не протираю сильно часто принципе там не скапливается так много пыли зеркало до зеркало приходится мыть часто пару раз в неделю даже бывает особенно когда есть маленькие дети пальчики наставляют мы уже с вами перешли на комод протираю пыль вот показываю остаются пальчики где-то мы не аккуратно откроем где-то макс может подойти посмотреть что там лежит протираю пыль своим средством домашним и сухой тряпочкой здесь я решила убрать вот эти вот перья оставить просто зелень весна как-то охота уже оживить комнату больше зелени больше где-то цветочков добавить снимаю полосики хочу выбить их на балконе давненько я их не снимала наверно перед новым годом только протираю пыль на стенах тоже где-то может паутина где-то что-то под полосиками вот пылесошу потом помою пол и уже пропылесошу полосики еще раз пока мы убирались мои шторки уже постирались вешаю шторки гладить я не стала в этот раз я их закинула в машинку отдельно две вот шторки в принципе места достаточно было и они не помялись а вот тюль мне пришлось гладить место мало получается для нее и она очень сильно мнется и Вот решила показать, как получилось после. Постель я не меняла, я меняю каждый понедельник постельная. Ну и плед, соответственно, когда буду менять постельная, тогда я постираю плед. Здесь мы уже перешли в гостевой туалет, сняла шторы, показываю, чем я буду мыть. Зальем унитаз сначала, потом будем протирать пыль, пока унитаз постоит. Протираю окно средством и бумажными салфетками. С этой стороны чистая, с другой стороны я еще протерла тряпочкой сначала, а потом уже средством и салфетками. Протираю пыль, натирать будем тоже этим же средством все краны. И это средство очень хорошее тем, что им его побрызгал и тут же протираешь. И, в принципе, вот этот вот налет от воды, он весь сразу же проходит. Очень хорошее средство. Покупала я его в акционе. Недорогое, но зато очень хорошее. Протираю пыль на дверях тоже и уже переходим к унитазу. Протираю унитаз с внутренней стороны, щеточкой, ершиком и уже тряпочкой снаружи. Этой же тряпочкой я могу помыть пол. Не люблю мыть со шваброй большую тряпку. Это вся пыль и все катается за тряпкой, все остается. А тряпочкой маленькой прошел, протер все и все чисто, и нигде ничего не осталось. Сейчас вешаем чистое полотенчиком. Всем привет, девчонки и мальчишки! Как вы уже все знаете, скоро Пасха и хочется свой дом как-то приукрасить по-другому. Убрать старый декор, поставить новый. И как бы в принципе мы будем это вместе делать, но не сейчас. Хочу я вам показать покупочки, которые приобрела. Приобретала, наверное, я их с конца января. Ну, по вот наши дни. Хочу показать именно, что приобрела, какая цена и в каких магазинах. Я понимаю, что, может быть, это сейчас не такая ненужная вещь, но как бы в принципе я понимаю все, что происходит сейчас в мире. И не всегда хочется об этом думать. Ну, как бы есть дети у нас, у всех. И как бы хочется порадовать и деток. И иногда не думать все, что происходит, да, как бы в мире. Мне просто хочется какой-то такой... Не знаю даже, как объяснить. Ну, хочется свой дом приуютить чуть-чуть, приукрасить к празднику. Сейчас переверну камеру и покажу, что, в каких магазинах и почем я приобретала. Кому это интересно, оставайтесь со мной. Так, девчонки, первый мой товар это был вот эти вот прекрасные зайчики. Такие коричневенькие, светло-коричневые с белым. Как я уже, наверное, говорила или нет, что не люблю такие яркие цвета. Люблю именно пастельные такие, которые не бросаются в глаза. Ну, мне очень понравились эти зайчики. Такой комплект из двух зайчиков. Они по три с половиной, они стоят в акционе. Я была недавно и до сих пор они там стоят. Очень прекрасные зайчики. Не знаю, конечно, еще куда поставим, но с вами потом разберемся. И поставим куда-нибудь. Так, в этом же магазине я приобрела вот такой вот венок. Венечки это из пластика. Тут деревянные цветочки. Тут тоже веточки. И тут стеклянные две, два стаканчика таких вот для свечей. Это тоже акцион. И с акциона, по-моему, все. С акциона вот такие вот еще наволочки. Вот такие я уже в блоге вам показывала вперед. Вот такие вот наволочки тоже. Конечно, не на эту тематику, но что-то уже другое. Поменять декор. Так, алиэкспресс я заказала вот такие вот тюльпанчики. Беленькие. Конечно, их так мало. Я думала, они будут побольше, конечно. Но ничего. Как-нибудь поставим их в вазу. Потому что сейчас не стало уже заказывать. Пока они придут. Я не знаю, придут ли вообще. Что-то товар сейчас вообще с Алиэкспресса не идет. Стоит на одном месте. Придет, не придет, не знаю. Так, следующее. Вот недавно я покупала вот эти вот яички. Пластиковые. Бьюрски. Они стоят около евро 25 или полтора евро. Где-то так. Примерно. Я буду цены примерно говорить. Потому что покупала, в принципе, уже некоторые товары давненько. И что-то уже не помню. Так, следующее у нас. У меня весь товар. Вот такой вот зайка. Это кик. Цена вот 3 евро. Такой ушастый. Красивый, керамический, белый. Там же в кике я приобрела вот такой вот зайчик маленький. И вот такое вот яичко. Вот так вот. Очень нравятся белые зайчики. Фарфоровые, такие красивые. Так, дальше. Дальше у нас магазин Волборд. Вот такое вот яичко. Тоже керамическое оно. Стоит оно 3 евро. Тоже до сих пор стоит в продаже. Можно приобрести, кому понравилось. Вот к нему был зайчик, еще такого цвета. Но зайца такого не было. И смотрела по другим магазинам, в принципе, ничего такого не нашла. Ну, яичко очень красиво, мне очень понравилось. Так, кик. Кстати, вот такая вот вазочка с ручками и с зайчиком. Либо можно положить сюда яички, крашеные, либо конфеты. Цена его 8 евро. Тоже стоит до сих пор. В принципе, пожалела, что еще не купила другую тарелочку. Именно для яичек, таких с выемками. Может быть, еще докуплю. Еще время, в принципе, есть. И в кике вот такая вот наволочка. Те наволочки идут 45 на 45 сантиметров. А это уже 40 на 40. У меня две подушки 40 на 40. Но я не смогла вторую найти. И пока купила одну. А потом посмотрю, может быть, еще докуплю где-нибудь. В принципе, не по цвету подходят. И я их взяла. Так, на этих выходных я взяла вот такую вот подложку. Для, тоже для декора. Где-то поставить, можно так, вору, допустим, какой-нибудь. Посмотрим. Я вообще планирую под телевизор. Но там посмотрим, как пойдет, в принципе. Эта подложка стоит сейчас в магазине TEDx. По 4,50. Интересно, есть цена? Нет, цены нет. 4,50. Есть другие расцветки. Я именно взяла от наволочки. Так, ну, в принципе, и все. Это мои покупочки в этом году. И вот такое вот яичко. Свечка такая. Купила ее в Кауфланде. Она стоила около 3 евро, по-моему. Точно не помню, девчонки. Ну, вот как-то так. Я не знаю, может, как-то я не так показываю или рассказываю. Вы мне, если что, подскажите. Буду показывать по-другому. Ну, если вам так не понравилось. Я уже, как говорила, я только учусь. Так что всем спасибо, кто посмотрел. Будем прощаться на этой нотке. Увидимся в следующем влоге. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok